Итак, уважаемые, очередное видео для вас, весьма тоже интересное. Обмен опытом, журнал 56 года, номер 1. Прочитаем вам, весьма интересно. Опыт вывода маток при наличии матки в улье. То есть, семья не обезматывается, обычно семью делают без матки, тогда ставят туда прививочные рамки, а это когда матка существует в улье. Производил работу человек, он тут написал, в конце, по-видимому, будет его информация. Да, Черкунов, город Шумерли, Чувашская АССР. Итак, друзья, я прочитаю, оно не займет много времени, но это весьма интересный обмен опытом. Убедившись на личном опыте в том, какое значение в росте пчелиной семьи и ее продуктивности имеет матка, вопросу вывода маток и отбору их по наследственным качествам я уделяю первостепенное внимание. Как видите, все пчеловоды стараются иметь качественных маток. Для замены старых недоброкачественных маток я стараюсь брать молодых только от высокопродуктивной и неройливой семьи. К сожалению, сделать это не всегда удается. Я прочитал много различной литературы по пчеловодству, но нигде не мог найти описание того, как понудить пчел заложить маточники при наличии в семье нормальной матки, без перехода семьи в роевое состояние или в другое состояние, то есть потери матки. Первую попытку найти такой способ я предпринял в 1951 году, но из этого ничего не получилось. Я сделал улей на 16 стандартных рамок, прорезал в нем два литка в одну сторону с расстоянием 4 см между ними. Уля перегородил решетку, через которую проходили только пчелы, а матку и трутни не могли пройти. То есть поставил разделительную решетку, пчелы перелазили, вот, и два литка было, вот так вот, два литка было посередине перегородка, и решетка стояла вот так вот. Пчелы могли проходить здесь, а вот, и летная пчела могла заходить сюда. Но, что дальше? В ту сторону гнезда, где не было матки, я поставил рамку с однодневными пчелиными личинками. Итак, значит, если посмотреть так, то с этой стороны была, допустим, матка с расплодом, а с этой он поставил одну рамочку с однодневными личинками, чтобы выводились матки. Что мы читаем дальше? Пчелы закладывали маточники, то есть работа пошла, маточники стали закладывать, но затем уничтожали их раньше, чем успевали запечатать. Этот опыт я повторял несколько раз и всякий раз с одним и тем же результатом, то есть негативный, неправильный результат, маточники были разгрязнены. В 1954 году я внес опыт в некоторое дополнение. Улей перегородил не решеткой, а через которую проходили пчелы, а диафрагмой из мелкой решетки, через которую проходил только воздух. Ну, это, если сказать по настоящему времени, сеткой, мелкой сеткой перегородил. Мелкая решетка или мелкая сетка, то есть воздух проходит, а пчелы не могут пройти. В отделении, где не было матки, я поставил рамку с однодневными личинками. Пчелы вскоре заложили на ней 17 маточников и хорошо их воспитали. Обратите внимание, весьма положительный опыт. И что дальше он описывает? Характерно, что при наличии улей печатных маточников инстинкт роения в семье не проявлялся. Вот что интересно. Семья продолжала работать, на роении не собиралась. Весьма интересный опыт. Который заинтересует многих людей, которым нужно выводить маток. Читаем дальше. Пчелы обоих отделений работали нормально. И при вылетах равномерно распределялись оба литка. Такое распределение пчел, как мне кажется, зависит от равного количества рамок с расплодом. В том и другом отделении улей. Я заметил, что стоит только увеличить в одном из отделений число рамок с расплодом. Как лед пчел в это отделение заметно увеличивается. Этой особенностью я воспользовался и в отделении, где пчелы воспитывают маток. Стал держать на одну рамку больше, чем во втором отделении. Молодые пчелы при облете также равномерно распределялись оба отделения улья. Таким способом в 1955 году было выведено более 160 маток в одном улье. От этой же семьи воспитательницы я отобрал еще два рамочных отводка. Обратите внимание, и пчелы развиваются, и семья развивается, и мед несут, и матки выводятся. Весьма оригинальный способ, весьма очень оригинальный. Поэтому советую взять во внимание этот способ. Он дает и развитие семьи, и медонос, и развитие вывод маток. Все выведенные матки оказались по яйценоскости лучше полученных израевых маточников. Семья воспитательница, сформированная по этому способу, в продуктивности не отстала от других семей. Я также заметил, что семьи с искусственно выведенными матками по этому способу бывают менее склонны к раению. Вот такая информация, друзья, поступила к нам. Еще небольшую информацию я прочитаю на этом видео, чтобы нам было более интересно и понятно. Что хочу сказать по этому способу. Этот способ не говорит, что семья пострадала и матка пропала. Этот способ говорит о том, что матка не может перейти. И у пчел создается иллюзия, чтобы сделать как бы тихую смену маток. И поэтому, если этот способ применять, он очень хороший способ. И матки будут выводиться как тихая смена маток. И матка в этом случае не травмируется, не подрезается ни крылья, ни лапки. И в хорошем качестве развивается, сеет. Но она не может перебраться в другую часть улья, которая перегорожена, допустим, мелкой сеткой. Итак, друзья, этот способ весьма оригинальный, весьма хороший. Можно попробовать и использовать на опыте. Ведь всегда я говорю, то, что вы услышали, проверьте на опыте. Работает, будете успешно использовать и будет у вас хорошего качества матки. Итак, читаем дальше. 55-го года, номер 6 журнал, страница 40-ая. Ну, частично мы прочитаем такую информацию, что имели люди, это обмен опытом. В своей практике я наблюдал несколько случаев тихой смены маток в малопродуктивных семьях. В одной из таких семей матка была с вмятиной на брюшке. Бывают такие матки, бывает или на бок перекошено, или хромает, или вмятина. И обычно это бывает после того, когда они прилетают с облета, или когда пчелы их массажируют, или когда они родились молодые, что-то не так пошло. Пока я собирался ее заменить, пчелы сделали это раньше меня. Разбирая гнездо этой семьи с целью отыскать матку и уничтожить, я обнаружил один крупный маточник. Ясно было, что пчелы сами заменяют недоброкачественную матку. Я решил этот маточник выломать, а вместо него на то же место дал райовой маточник из высокопродуктивной семьи. Вышедшая из этого маточника матка благополучно спарилась и некоторое время работала вместе с дефектной маткой. Через пять дней после начала яйцекладки молодой матки мне привелось случайно заметить, как пчелы этой семьи вытащили из летка полуживую матку с мятиной на брюшке и сбросили ее с прилетной доски. Однажды был такой случай, продолжает этот же человек. Подсаживаю матку в одну из семей при выпуске из клеточки и немного придавил ее нижней колодочкой клеточки. Вскоре после начала яйцекладки в этой семье появилось два крупных маточника. Судя по характеру работы, пчел признаков райвого состояния в этой семье не было. Ясно было, что в этом случае пчелы производили тихую смену матки из-за ее физического недостатка. О подобных же наблюдениях мне рассказывали пчеловоды Новгородской и Курских областей. Я провел еще следующий опыт. У матки, которая продлежала замене, за 20 дней до главного взятка с липой я отрезал ножницами лапку левой задней ножки по самую болень. Через 11 дней после этого вне здесь в семье я обнаружил маточник и в нем наклонившееся яйцо. Сомнения в том, что эта семья меняет матку, быть не могло. Убедившись в возможности искусственного вызывать у пчел состояние, при котором они сами меняют матку. Я меняю маток в лучших высокопродуктивных семьях, наследственность которых стараюсь сохранить наиболее полно по способу только что описанному. То есть каждый человек описывает, как у него получается смена маток. То есть, пожалуйста, возьмите во внимание, что вам подходит, хорошо ли это, плохо ли. Кто-то скажет, плохо, конечно, травмируется матка. Кто-то скажет, мне годится. Ну, у каждого свое образование по пчелинным работам, по пчелам. Итак, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь. Будем стараться вам выдать еще более и более интересные работы на различные темы. Но основная тема считается, это все знают матки. Хорошие матки, правильно подсаженные. Вот, семья здоровая. Это залог успеха будущего медосбора и хороших семей. Удачи вам. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Задавайте вопросы. Постараемся вам ответить. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok